Всем привет! В одном из недавних видео я пообещала вам более подробно раскрыть тему о том, почему вредно жаловаться, и сегодня как раз этим и займемся. Итак, жаловаться на самом деле мы все любим. Я тоже этим грешу, да, и в принципе исследования говорят о том, что в обычном разговоре человек жалуется каждую минуту. То есть одну минуту, раз в минуту, в общем, это происходит очень и очень часто, мы зачастую этого не осознаем, и нами зачастую движет не только поведение, но еще мысль о том, что это как бы немножко расслабляет. Ну как бы нам кажется, что когда мы жалуемся, мы немножечко так выдыхаем, груз проблем пропадает, но дело в том, что ученые заметили изменения в мозге людей, которые часто жалуются. Давайте разберемся поподробнее. Во-первых, что самое первое, в принципе, заметили, и что самое такое заметное происходит, когда человек часто жалуется, это идут структурные изменения в мозге в сторону негативного мышления, что за собой, собственно говоря, тянет другие последствия. И меняется даже восприятие человека в глазах окружающих. Почему это происходит? Когда мы на что-то жалуемся, если это, к примеру, впервые, то для того, чтобы сформировать эту мысль, для того, чтобы как бы подтянуть нужную информацию, на что пожаловаться, наш мозг подтягивает определенные нейронные цепи и так далее. И когда второй раз мы об этом же жалуемся, об этом говорим, опять говорим, что как все плохо, как все ужасно, как меня замучила эта работа, отношения и так далее. В общем, если мы часто об этом говорим, каждый раз об этом вспоминаем, каждый раз это все так пережевываем, то мозг строит вокруг вот этой вот мысли более такую стационарную связь. Потому что никто не будет строить временный мост каждый раз, когда вы пересекаете реку. То же самое с мозгом. Он любит оптимизировать свою работу. Он любит не перегружаться. То есть он все, что можно, он оптимизирует. И если вы часто какую-то нейронную сеть активизируете, то она как бы укрепляется, улучшается, и вам все легче и легче к ней обращаться. С помощью этой функции мозга мы учимся, мы осваиваем какие-то навыки. Это прекрасная функция, потому что каждый раз, когда вы что-то делаете, не знаю, играете в теннис, каждый раз вам легче и легче, потому что вот этот путь, который заставляет вашу руку двигаться в определенном направлении, отпевая ракеткой, вы каждый раз его повторяете, и мозг, видя то, что вы часто этим пользуетесь, он делает связь более и более крепкой. И с каждым разом все легче, потому что электронный сигнал проходит быстрее, лучше активизируется. В общем, это прекрасная функция мозга, но когда вы негативное что-то говорите, точно так же образуется такая очень крепкая, надежная связь. И это начинает влиять на ваше поведение, на ваши мысли. Это загоняет в негатив, потому что на первом плане у вас постоянно негативные мысли. То есть даже если вы о чем-то позитивном думаете, то эти связи гораздо слабее, если вы часто жалуетесь и думаете о чем-то негативном. И то, к чему мы постоянно возвращаемся, оно как бы находится на переднем плане нашего мозга. А все, чем мы не особо пользуемся, оно где-то там, немножечко дальше, и нам сложнее туда попасть, потому что нужно время пробраться через вот этот вот первый план и так далее. За счет того, что наш мозг, как бы считывая информацию, которая поступает к нам извне, он все равно пропускает через внутренний фильтр, который как бы настроен нами лично, в позитивном, в негативном ключе, в нейтральном ключе. В общем, меняется еще и ваше восприятие. Если у вас негативные мысли, то вы начинаете все воспринимать в негативном ключе. То есть вам, вы замечаете только плохое, потому что ваш мозг, получая вот эту визуальную, и тактильную, какую угодно информацию, он это все прогоняет через негативные мысли, и вы получаете по итогу что-то негативное, негативное восприятие. Далее, что очень немаловажно по поводу жалоб, это то, что, ну это уже такие более глубинные изменения, то есть это структурные изменения в нашем мозге, глубинные изменения, такие более долгосрочные, это разрушение гиппокампа. Почему именно это происходит, ученые еще не могут сказать. А гиппокампа отвечает за память, за логическое мышление. Еще очень много за что он отвечает, но именно он очень сильно страдает, он разрушается, но возможно это происходит из-за переизбытка кортизола в организме. Вообще кортизол это гормон стресса, и в небольших дозах, в таких гомеопатических дозах, он очень полезен нашему организму, потому что он как бы подстегивает нас для того, чтобы мы что-то делали. И в принципе иногда даже какие-то простые вещи нас немного пугают, но мы можем как бы преодолеть себя, и в целом каждый гормон, каждый неомедиатор нужен нашему мозгу. Но когда идет переизбыток, это всегда очень плохо. И когда мы жалуемся, мы вот в этом негативном ключе, в этом вот круге негативном крутимся, идет постоянная перевыработка кортизола, то есть его гораздо больше, чем вообще может переварить наш организм. Из-за чего вы постоянно чувствуете себя в стрессе, в напряжении, повышается кровяное давление, повышается уровень сахара, из-за чего начинаются проблемы с иммунитетом, с весом, с инсулином и так далее. То есть это идут уже и сердечные проблемы, потому что постоянное увеличение ненормального кровяного давления, оно изнашивает наши мышцы сердца и так далее. То есть это за счет того, что увеличивается уровень кортизола, из-за того, что вы жалуетесь, это вызывает целый комплекс проблем в организме. Да, не происходит мне сразу, но они происходят достаточно быстро, заметно, и мы потом как бы не знаем, почему там болит, там болит, там плохо разбитый, мне себя чувствует и так далее. И, кстати, ученые сказали, что получасовая беседа, вот в ключе жалования, этого достаточно для того, чтобы запустить разрушающий механизм нашего мозга. И следующий пункт, который, наверное, самый печальный. Ну, конечно, это тоже все печально, но дело в том, что жалобы это как курение. То есть вы понимаете, что это не очень хорошо, но вы получаете удовольствие, вы немножко расслабляетесь. То есть, ну, как бы такая игра с чем-то опасным, но вроде это доставляет удовольствие, потому что вот пожаловались подружки, все как-то отпустило, но вы, может быть, не знали, может быть, теперь знаете, что это не очень хорошо. Но дело в том, что существует как пассивное курение, так и пассивное выслушивание жалоб. То есть все вот эти негативные последствия происходят, и когда вы слушаете человека, который вам жалуется. То есть не только, когда вы жалуетесь, но и когда вы слушаете просто такого человека, который постоянно жалуется, ну, либо очень много в негативном ключе. Вы получаете все те же негативные последствия, которые и получает тот человек, который жалуется. Это происходит из-за того, что в нашем мозге есть зеркальные нейроны, они помогают нам считывать настроение человека, позы, его намерения и так далее. То есть это помогает нам лучше понимать людей, это такой инструмент эмпатии, чтобы мы поняли, в каком настроении, может быть, поддержать, помочь, посмеяться и так далее. Мы за счет этих зеркальных нейронов учимся, потому что мы смотрим, что делает какой-то другой человек, мы пытаемся повторить и так далее. То есть это очень полезная схема, она помогает нам контактировать с людьми, учиться и так далее. Но когда человек жалуется, ваши зеркальные нейроны работают очень активно, и они, собственно говоря, повторяют все в вашем организме, вы тоже чувствуете стресс, у вас тоже вырабатывается кортизол, вы тоже начинаете мыслить более негативно, потому что вы отзеркаливаете все это настроение. Так что, к сожалению, жалобы это не только курение, но и пассивное курение тоже очень вредно для вас. И единственным выходом в этой ситуации является исключением, либо полным исключением из жизни таких людей, либо попытаться с ними поговорить, либо минимизировать, собственно говоря, их влияние. Но все-таки нужно немножко отгородиться, потому что это важно для вашего здоровья. Мне всегда казалось, что такие люди просто вгоняют такой негатив, и вы после этого чувствуете себя как выжатый лимон, но оказывается, они реально вредят вашему здоровью, даже если вы придерживаетесь политики, что я никогда не жалуюсь. Так что же делать, когда все-таки хочется пожаловаться? Потому что мы так устроены, мы хотим, чтобы нас немножечко пожалели, нам от этого лучше, и все равно хочется поделиться своими проблемами, иногда это в форме жалоб. И ученые здесь сказали свое однозначное слово. Во-первых, нужно понимать, что жалоба это вообще просьба о помощи. То есть вам нужна либо моральная поддержка, либо какая-то физическая, то есть вы не можете с чем-то справиться, и вы жалуетесь. То есть у вас что-то в жизни не так, у вас что-то на работе не так, или там, не знаю, прыщ выскочил перед важной фотосессией. Как бы изначально жалоба это вот такая вот просьба о помощи, но очень часто мы обращаемся совершенно не к тем людям. Потому что одно из исследований говорит о том, что потребители, которые, 95% потребителей, которые недовольны товаром или услугой, не обращаются непосредственно в службу поддержки, в техническую поддержку для того, чтобы решить свою проблему. Зачастую они жалуются от 8 до 16 людям о том, что они получили некачественный товар или некачественную услугу. То есть, по сути, они рассказывают тем людям, которые никак не могут повлиять на то, чтобы изменить какую-то ситуацию на позитивную, поменять товар, принести изменения, не знаю, компенсацию или что-либо еще. То есть мы очень часто направляем наши жалобы на тех людей, которые никак не могут нам помочь. И как бы ученые говорят о том, что лучше, ну, более тщательно направляйте свои просьбы о помощи, возможно, этим людям, которые вы предполагаете, что они могут помочь хотя бы. Далее, что советую для того, чтобы облегчить еще уровень кортизола, в общем, понизить немножко. Это чувство благодарности. Как только вы начинаете негативно мыслить, ну, вот, вы понимаете, что вот вы заторисаете, в общем, вас засасывает в эту тассину, пучину негативизма, поблагодарите все, что угодно, себя, окружающих, что, не знаю, вы живете, едите, у вас все прекрасно на самом деле. В общем, вот это само чувство благодарности, неважно за что благодарность, оно на 23% снижает уровень кортизола, что может быть очень критично и важно в данный конкретный момент. То есть это хотя бы снизит такое сильное напряжение, стресс, который вы испытываете, когда жалуетесь, либо в таком плохом настроении, когда вам хочется вот как раз-таки пожаловаться, иногда даже в таком очень агрессивном ключе. Следующее, что советуют ученые, это как раз-таки, чтобы жалоба имела свою цель, то есть вы должны понимать, зачем вы жалуетесь, кому вы жалуетесь и так далее, то есть должен быть немножко позитив и так далее. Ну, то есть все-таки стоит жалобу превратить не именно в такое, ну, что жаловаться, что все плохо. Нужно это все-таки превратить в более конструктивный разговор. Возможно, очень, ну, невозможно, а очень часто бывает, особенно когда вам нужна моральная поддержка, вам нужно не просто, ну, не то, чтобы человек решил ваши проблемы, для того, чтобы вы выговорились и поняли вообще, как вам дальше поступать. То есть иногда бывает, что озвучивание проблемы, во-первых, ее немножечко снимает напряжение с вас, потому что когда вы озвучиваете слова, это уже лучше для вашей нервной системы. И плюс, когда вы что-то рассказываете, возможно, вам еще какие-то наводящие вопросы, ваша подружка там или друг спрашивает, и вы понимаете, что, в принципе, с этим можно справиться. Может быть, ваш друг вам поможет, но в целом это уже будет более конструктивный разговор, то есть все-таки постараться оставаться на позитивной ноте. Конечно, если это не связано с чем-то трагичным в вашей жизни, это нужно просто пережить и дать себе время. И последнее, что они говорят о том, что не зацикливайтесь. Бывают такие вещи, на которые мы не подвластны. Ну, вот бывает, что вы не можете никак на это повлиять, даже если бы вы сильно постарались. И если вы постоянно жалуетесь на погодные условия, не знаю, вам не нравится дождь, и вы не собираетесь при этом переезжать в какой-то другой климат, то жаловаться об этом постоянно как бы это не очень продуктивно. Так что, надеюсь, я вас вдохновила поменьше жаловаться. Берегите свой мозг. Это не та вещь, которая так нам сильно необходима, но которая очень сильно влияет на наш мозг, она его разрушает. Зачем лишний раз это делать, если есть плохая экология, стрессы и все такое. Все, мои хорошие, до следующих видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Заходите, у меня еще есть интернет-магазинчик. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok